Отек мозга классифицируется как вазогенный, цитотоксический, интерстициальный и астматический в зависимости от причины и анатомических областей поражения. Любой или все эти типы отеков могут присутствовать у животного с заболеваниями головного мозга. Отек мозга – это угроза повышения внутричерепного давления или дислокации вклинений вещества мозга. В обоих случаях нарушится капиллярный кровоток и произойдет гибель нейронов. Вазогенный отек – наиболее частая форма отека, связанная с неоплазией центральной нервной системы. Причина – нарушение свойств гематоэнцефалического барьера, то есть повышение проницаемости мозговых капилляров. Как только через стенку капилляров из внеклеточного пространства выходят любые растворенные в плазме вещества, количество воды в интерстиции мозга увеличивается, а это недопустимо. Если в мозге взаимодействие системы капилляра интерстиций становится таким же, как в других тканях организма, это угроза для жизни. Опасность зависит от количества поврежденных капилляров или капилляров с возникшей проницаемостью для любых растворенных веществ. Вазогенный отек обычно более выражен в белом веществе головного мозга. Генростатический отек мозга – это один из вариантов вазогенного отека. Этот вариант отека мозга может наблюдаться при острой злокачественной артериальной гипертензии. Генростатический отек мозга также может формироваться при нарушении венозного оттока в результате нейрохирургических операций или тромбоза крупных венозных коллекторов. Перетуморальный отек мозга тоже по механизму развития является вазогенным. Этот вариант отека мозга наиболее характерен для быстро растущих глиальных опухолей. Быстрый рост опухоли создает потребность в эскулиризации вновь образуемой ткани. При этом выделяется особый белок – эндотелиальный фактор роста сосудов. Этот фактор в норме вырабатывается в ходе эмбриогенеза везде, где происходит рост ткани, а также там, где восстанавливается кровоснабжение при заживлении ран, при увеличении мускулатуры и при формировании коллатерального кровообращения ишемизированных областей. Присутствие этого фактора, во-первых, нарушает состояние плотных контактов между эндотелиальными клетками, а во-вторых, инициирует рост новых капилляров, не обладающих свойствами гематоэнцефалического барьера. Перетуморальный отек мозга – это единственный вариант отека мозга, при котором эффективность глюкокортикостероидов является доказанной. Результаты МРТ включают повышенную интенсивность на Т2 в взвешенных изображениях, флайер, и пониженную интенсивность на Т1 в тканях мозга в передуморальной области.